Всем привет! Это Яркие ФТО Новости, меня зовут Илья. На этой неделе было очень много интересных новостей, настолько много, что сегодня не будет даже слухов и не будет даже новости про новый iPhone. Представляете себе, до какого уровня мы доросли? Но! Зато будет конкурс с великолепным производителем компании Saramonic. О подробностях этого конкурса мы поговорим в конце этого видео, так что не переключайтесь. В этом выпуске компания Panasonic выпускает новую модульную камеру для видео. Компания Canon анонсирует новую камеру, еще одну новую камеру и новую вспышку. Компания Nikon анонсирует две новых флагманских беззеркальных камеры. Компания Fuji анонсирует новую камеру и новый объектив и новую прошивку. И, наконец, компания DJI анонсирует стабилизаторы. Очень много интересных новостей, давайте разбираться. Компания Panasonic представила модульную камеру для съемки видео Lumix BC-BGH1. Внутри установлена 10-мегапиксельная матрица, которая снимает видео примерно так же, как Panasonic GH5S. И, конечно же, рассчитана на модульную конструкцию. В камере есть 11 отверстий, куда вы можете вставить различные дополнительные нюансы. Видео пишут примерно так же, как GH5S, как я вам сказал. В камере, естественно, нет дисплея и вообще в ней ничего нет. Все это надо докручивать, доверчивать. Но есть множество профессиональных портов, которые могут вам помочь именно в профессиональной записи видео. Для любителей эта камера, скорее всего, будет не очень интересна, потому что она достаточно специфическая. Но профессионалы смогут оценить ее по достоинству. Продажи уже начнутся скоро. Ориентировочная стоимость 2000 долларов. Принимаем при заказе. Компания Canon анонсировала продолжение своей популярной линейки EOS M50 Mark II. Попреки ожиданиям, камера получила старую матрицу и старый процессор. Соответственно, 24 мегапикселя и Digic 8. Поэтому качество фото не изменится. Добавили электронный затвор. Скорость серийной съемки составила 7,3 кадра в секунду. Это в целом неплохо. Улучшился автофокус Dual Pixel. Теперь он ловит лица и глаза не только фото, но и видео. В видео произошли следующие изменения. 4К видео до 30 кадров в секунду осталось без изменений. С кропом 1,5 в 2020 году. Также в 4К вы не можете записывать видео с автофокусом Dual Pixel. Использоваться только контрастный автофокус в 2020 году. Также вы можете снимать видео со скоростью до 120 кадров в секунду. В 720p. В 2020 году. Компания Canon анонсирует новую компактную футуристичную камеру Canon PowerShot Zoom. Очень странная камера. Похожа на такой, знаете, космический челнок. Базируется на матрице 1,3 дюйма. Позволяет снимать от 100 до 400 мм в эквиваленте 35 мм камеры. И до 800 мм, если мы говорим про цифровой зум. Имеет стабилизатор изображения. И вообще выглядит достаточно странно. Если вы посмотрите на ее форму. У меня ощущение, что эту камеру делали те же ребята, которые делали Canon Ivy Rack. Здорово, что Canon экспериментирует с различными направлениями. Возможно, эта камера будет интересна тем, кто занимается какой-то удаленной съемкой. Но, наверное, сделать это стоит исключительно днем, потому что максимальный ISO составляет 3200 единиц. Тоже в ближайшее время будет в продаже. 12 мегапикселей. Все, как мы любим. Наконец, компания Canon анонсирует свою новую вспышку Speedlight EL1. Совсем недавно мы говорили о том, что топовые производители не используют вспышки на аккумуляторах. И вот, наконец-то, Canon такую анонсировал. Вспышка питается новым аккумулятором LP-KL, а заряжается старым добрым зарядным устройством от LP-E6. С одной стороны, это очень здорово. Вам не нужен какой-то дополнительный зарядник. С другой стороны, жалко, что это не старая добрая LP-E6. Было бы очень удобно, потому что LP-E6, к сожалению, нельзя использовать в новой вспышке. Максимальная мощность осталась на уровне Speedlight EX600. Но минимальная мощность с одной, деленной на 1,128, стала 1, деленной на 8,192. Это очень короткий импульс. Можно подсвечивать даже какие-то минимальные штуки, что очень здорово. Кстати, на аккумуляторе максимальное время перезарядки 0,9 секунд. И на полной мощности можно сделать 335 вспышек. Вспышка имеет пылевлагозащиту и идеально подойдет камерам Canon 1DX. И в целом, это прекрасная новость. Единственное, но вспышка будет стоить в районе 1100 долларов. Посмотрим, какие цены будут в России. Я думаю, что для любителей эта вспышка окажется, к сожалению, без внимания. Компания Nikon анонсировала свои новые беззеркальные камеры Nikon Z6 и Nikon Z7 II. Камера имеет те же матрицы, но теперь у камер появились по два процессора X-PID 6. Это дало возможность камерам стать гораздо быстрее. Камеры получили ускоренную серийную съемку, улучшенный автофокус и получили возможность снимать видео в 4К 60 кадров в секунду. У каждой камеры есть небольшой нюанс, но тем не менее, теперь эта функция стала доступна. Буфер увеличился в 3,5 раза, это не может не радовать. Серийная съемка подросла до 14 кадров в секунду в Z6 и до 10 кадров в секунду в Z7. А также появилась возможность наконец-то использовать две карты памяти. XQD или CFexpress и наш любимый SD-UHS 2.0. Это очень здорово, потому что многим любителям в Z6 и Z7 не хватало именно двух карт памяти. Также обращаю ваше внимание, что автофокус по глазам улучшился. Теперь есть возможность автофокус по глазам делать не только с общей зоны, но и уменьшать. И это очень здорово. Кстати, автофокус по глазам работает не только на людях, но также и на животных. Камеры базируются на тех же прекрасных корпусах, имеют пылевлагозащиту и вообще, в принципе, прекрасны. Камеры будут продаваться по той же самой цене, 2000 долларов за Z6 II и 3000 долларов за Z7 II. Пока официальные рекомендованные цены для России неизвестны, мы их с вами также ожидаем. И в ближайшее время вы уже сможете сделать предзаказы на нашем сайте. Ссылки будут в описании. Компания Fujifilm вчера анонсировала новую камеру, новый объектив и показала еще два новых объектива и анонсировала новую прошивку. Кстати, онлайн-презентацию мы также смотрели. Вы можете также посмотреть ее с нами по ссылке, которую вы увидите вверху. Компания Fuji анонсировала новую камеру Fujifilm XS10. Это прекрасная, интересная новая камера, которая базируется на том же самой матрице и том же самом процессоре, как X-T4. Поэтому позволяет делать высококачественные фотографии. Также в этой камере есть стабилизатор изображения, что очень важно. Он был переработан для того, чтобы поместить ее в более маленький корпус. Камера позволяет вам добиться до 6 ступеней стабилизации изображения, что очень здорово для такой маленькой камеры. У камеры есть откидной дисплей, есть возможность записывать видео 4К 30 кадров в секунду. И на внешние рекордеры вы можете записывать 8-битное видео. Это тоже очень здорово. В XS10 был значительно улучшен автофокус. Теперь это самый быстрый автофокус, который есть в камерах Fujifilm. Скорость его составляет 0,02 секунды. Это очень здорово. Фокусироваться она может при освещении минус 7EV. Это тоже очень здорово. И вообще алгоритмы улучшения этой камеры стали настолько прекрасны, что ее совершенно спокойно можно брать не только как основную камеру, если вы только-только начинаете или продолжаете, но вы можете смело эту камеру брать как профессиональное решение дополнительное к вашей камере X-T4. Камера использует старый аккумулятор, но за свою цену это, в общем-то, очень разумное решение. Камера поступит в продажу в середине ноября. Уже известны официальные российские цены. Это 85 999 рублей за камеру без объектива. 119 990 рублей за объектив 1855 2.84 и 127 999 рублей за камеру с объективом 1680. На самом деле очень интересное предложение и мы считаем, что сейчас продажи камеры X-T30 немножечко упадут, потому что чуть-чуть доплатив вы можете получить камеру со стабилизацией изображения и со всеми теми прекрасными штуками, которые есть в X-T4. Это очень здорово. Также компания Fujifilm анонсировала новую прошивку для своей камеры Fujifilm X-T3. Все эти прекрасные фишки с автофокусом, которые мы говорили про X-S10, теперь также появятся в X-T3. Напомню, это 0,02 секунды и минус 7 EV. Так что ребята из Fujifilm не забывают про своих пользователей, камеры обновляются и даже топовые функции, которые могли бы и не появиться в старых камерах, появляются. Прошивка должна появиться в конце ноября, ориентировочно 28 числа. Как только она появится, мы обязательно поставим эту прошивку на X-T3 и покажем вам, насколько изменился автофокус, насколько он стал быстрее и насколько распознавание лиц и глаз, и соответственно трекинг лиц и глаз стал лучше. Компания Fujifilm анонсировала новый объектив XF10-24 со светосилой 4 второго поколения. В отличие от предыдущей версии, объектив получил пылевлагозащиту, улучшенную оптическую конструкцию, на объективе появилось кольцо диафрагмы, раньше оно было, но оно не позволяло фиксировать какое-то значение, то есть значения диафрагмы были не нанесены, теперь они нанесены, как и на старых объективах, это очень здорово. Система оптической стабилизации была усовершенствована, теперь на объективе она составляет 3,5 ступени, ранее была 2,5, а если вы поставите объектив на камеру Fujifilm X-T4, то стабилизация составит аж 6,5 ступеней, это очень здорово. И помимо пылевлагозащитного корпуса, также можно использовать объектив при температуре минус 10 градусов. Очень интересное обновление, хочется его уже попробовать в деле. Также компания Fujifilm анонсировала еще два новых объектива, они выйдут в 2021 году, XF10-24 выйдет уже совсем скоро. Новые объективы это XF18 мм 1.4, компания Fujifilm позиционирует его как сверхкачественный широкоугольный объектив, если 18 мм 2 это некая мобильная версия, то 18 мм 1.4 это ультракачественный прайм объектив, и это очень-очень здорово. А также был анонсирован объектив 70-300, который будет также работать с телеконвертерами, и в 35-мм эквиваленте позволит снимать на фокусном расстоянии 900 мм. Тоже очень интересный анонс. В будущем году нам должны эти объективы представить и показать. Уже можно будет их в будущем году приобрести. Очень ждем. Компания Fuji молодцы, сделали прекрасный анонс. И самая интересная новость для меня на этой неделе была анонс стабилизаторов DJI RS2 и RS-C2. Стабилизаторы DJI на самом деле поражают воображение. Мне кажется, король вернулся. Получилось так, что столько обновлений сделано в этих двух стабилизаторах, что душа радуется на это смотреть. И какая-то складная конструкция. И появилась система, которая позволяет вам смотреть на экран вашего телефона, двигать его, и стабилизатор двигается вместе с вашим телефоном. Это и раньше была система реализована, но раньше вы не видели видео, которое у вас было прямо в телефоне. Теперь оно есть. Очень удобно. Система называется Raven Eye. Появилась возможность смотреть на дисплей, который есть прямо в стабилизаторе. Появилась возможность просто нажать кнопку, и стабилизатор будет вас тречить. Короче, гигантское количество функций появилось. Я вам рекомендую просто зайти на сайт DJI, посмотреть, как это все выглядит. Потому что лучше один раз это увидеть, чем услышать. Куча аксессуаров, которые вы можете прикрепить. Это все прекрасно будет работать. Возможно, это сейчас самый лучший стабилизатор, который вы можете взять для беззеркальных, зеркальных камер. А старшую модель можно взять даже и для кинокамер. Надо сказать, что стабилизаторы уже в мире продаются. Младшая модель будет стоить в районе 450 долларов, а также будет Pro-комплект с дополнительной аксессуарами в районе 730 долларов. И старшая модель будет продаваться в районе 900 долларов, а Pro-комплект с дополнительной аксессуарами составит 1000 долларов. Кстати, помните, в самом начале видео мы говорили про конкурс? Это конкурс совместно с компанией Saramonic, который называется «Моя яркая осень». Суть в том, что в Инстаграме вы выкладываете видео на заданную тему, и то видео, которое окажется самым интересным по мнению жюри, его создатель получит великолепный микрофон Saramonic Blink B1. Это такой же микрофон, на который мы сейчас себя записываем. Кстати, совсем недавно мы сделали видео сравнения бюджетных микрофонов, и там тоже говорится про этот микрофон. Если вам интересно, вы можете его посмотреть. Самое главное – послушать, насколько хорошо звучит этот микрофон. Все подробности конкурса будут в описании. Там, естественно, нужно будет написать несколько кодовых слов, чтобы мы могли вас увидеть в Инстаграме. И хочу еще раз обратить ваше внимание, что это конкурсы видео, которые проходят именно в Инстаграме. Вы можете сделать самое интересное, самое яркое, самое впечатляющее видео на заданную тему. И если ваше видео будет великолепным, то великолепным станет не только ваше видео, но еще и звук вашего видео благодаря микрофонам компании Saramonic. Большое спасибо за внимание. Все необходимые ссылки будут в описании. С вами был Илья. Будем ждать новых новостей, ярких вам видео и фотографий. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова